Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об использовании марганцовки и вообще марганца в садоводстве и огородничестве. Пусть меня простят те, кто очень любит это вещество, рекомендовать и блогеры, и просто садоводы-любители рекомендовать для использования в саду. Ну, марганцовка вам всем хорошо знакома. Это такие яркие темные кристаллы, которые дают вот такой вот раствор. Вот это очень насыщенный раствор, он такой весьма и весьма темный. Соответственно, здесь содержится меньше чем полграмма марганцовки на 100 мл, даже на 110 мл воды. То есть количество марганцовки, которое мы используем для дезинфекции, для каких-то бытовых нужд, очень-очень небольшое. Для чего же используют марганцовку садоводы и огородники? Прежде всего, марганцовка чрезвычайно популярна для замачивания семян и для дезинфекции. Ну, на самом деле, вот такой даже очень крепкий раствор марганцовки не всегда гарантирует избавление от различных фитопатогенов. Мы об этом уже неоднократно рассказывали. В то же время, применение марганцовки для замачивания семян может быть полезным. В каком случае? В том случае, если оболочка семян плотная, толстая или семена долго лежали. Марганцовка обладает очень сильными окисляющими свойствами. Из-за этого она проделывает микропоры, такие микроотверстия в оболочке семян. И после промывания вода проникает под кожуру, под плотную оболочку гораздо лучше. И таким образом вызывает набухание, оводнение содержимого и стимулирует всходы. Часто марганцовку можно встретить в каких-то абсолютно фантастических рецептах, где нужно взять марганцовку, соду, йод, аммиак, еще что-то такое. И этим всем разводить в ведре воды, подкармливать. Вообще, вся эта кухня, все эти миксы абсолютно лишены смысла. Давайте немножечко вспомним химию и вообще марганец, зачем он нужен. Марганец действительно является очень важным элементом для растений. Он входит в состав ферментных систем, регулирует многие процессы в растении. При всем том, марганец является одним из наиболее распространенных веществ на земле, в земной Корее, в почве в том числе. Поэтому дефициты по марганцу, реальные дефициты по марганцу у растений встречаются очень редко. Но если вы хотите уже сделать подкормку марганцевую, помните, что подкормка марганцовкой никаким образом не помогает растениям обеспечить себя марганцом. Почему? Дело в том, что марганцовка это калий-марганец-О4, перманганат-калия. И марганец в этом соединении находится в достаточно такой интересной степени окисления. Она плюс 7 составляет. При этом растениям доступен марганец в степени окисления плюс 2. Когда вы добавляете марганец в почву, или смешиваете с какими-то органическими веществами, или наносите на поверхность растений, вот я здесь взял в качестве органического вещества глицерин, в лучшем случае при подходящих условиях марганцовка может превратиться в оксид марганца-4. То есть она все равно приобретет не ту степень окисления, которая необходима для растений. Она превратится в соединение марганец-О2. Если вот эта система постоит достаточно долго, раствор побуреет и выпадет в осадок. Вы в принципе все это можете наблюдать, когда у вас марганцовка попала на раковину, или на кожу, или на какие-то еще субстраты такие, делаются на ткань, делаются рыжие пятна. Вот этот марганец-О2, оксид марганца, выпадает в осадок, и его потом очень трудно отстирать. Кроме того, этот оксид очень плохо растворяется, вообще мобилизуется, и очень сложно превращается в почве в какие-то доступные растениям соединения. Поэтому использование вот такой прямой марганцовки для подкормки растений абсолютно лишено вообще всякого смысла. Те, кто говорят, что марганцовка может быть источником калия для растений, тоже очень сильно ошибаются. Потому что массовая доля калия в перманганате калия ничтожна, абсолютно мала. То есть, вот такой вот очень крепкий раствор калия содержит микроскопические количества, а калий является макроэлементом питания растений. Поэтому марганцовка никак не может обеспечить растения достаточным количеством калия. Поэтому и калиевой подкормкой марганцовка не может считаться. Что же делать, если вы все-таки хотите подкормить ваше растение калием? На самом деле выход есть. Для того, чтобы перевести марганец из перманганата в марганцевые соли, доступные растениям со степенью окисления плюс 2, необходимо проделать такой небольшой химический опыт. Для этого нам понадобится столовый уксус, перекись водорода, ну и раствор марганцовки. Для того, чтобы приготовить реакционную смесь, нам надо смешать столовый уксус и аптечный раствор перекиси водорода в соотношении 2 к 1. То есть 2 части уксуса и 1 часть перекиси водорода. Вот здесь у меня есть 150 мл уксуса. Соответственно, я должен сюда прибавить примерно 75 мл перекиси водорода. Что я сейчас и сделаю. После того, как я прибавил сюда перекись водорода, я все это перемешаю и начну по капелькам, понемножечку добавлять марганцовку. Марганцовка, попадая в такой раствор, будет постепенно превращаться в марганцевую соль уксусной кислоты, она называется ацетат марганца, ацетат калия и в воду. При этом также, вот мне хорошо видно, что начинают выделяться пузырьки. Это пузырьки кислорода. Вот в этой системе марганцовка обладает очень сильными окислительными и отбеливающими свойствами. Выделяется достаточно много кислорода. Если этот раствор постоит немножечко дольше, то он полностью обесцветится. Вы можете прибавлять раствор марганцовки сюда, в эту систему, до той степени, так много, пока он все еще будет обесцвечиваться. Перенасыщать этот раствор марганцовкой не стоит, потому что при избытке марганцовки там могут образовываться другие соединения марганца, гораздо такие более труднодоступные для растений, чем ацетат марганца. Соответственно, приготовив такой раствор, вы можете его разбавить в 10 литрах воды и, соответственно, подкормить ваше растение. Ну, конечно, в том случае, если вы считаете, что это вообще целесообразно, потому что марганец, ну, как я еще раз скажу, не является таким уж дефицитным соединением в почве, в большинстве типов оккультуренных почв. Ну, в общем, никто не запрещает, можно вполне это сделать, но только в таком виде. Понимаете, возможности марганцовки таким образом чрезвычайно ограничены. И, пожалуйста, не смешивайте марганцовку ни с аммиаком, ни с йодом, ни с какими-то другими там содой, еще чем-то, что вам могут рекомендовать другие блогеры. В этом нет никакого абсолютно смысла. Я думаю, что наше такое занятие, выпуск поможет вам правильно обращаться с марганцовкой, правильно использовать ее и не ошибиться и не испортить ваши растения, вашу рассаду, ваш сад, огород и цветы. На этом я с вами прощаюсь. Если вам нравится читать больше, чем смотреть видео, подписывайтесь на журнал «Урожайные сотки». Мы там публикуем достаточно много интересных материалов. Если вам нравится смотреть нас в интернете, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои вопросы на портале процветок.ком. У нас там есть большие обсуждения всяких насущных вопросов садоводства и огородничества. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо.